Архивные факты Водочная тара. Большая и маленькая. Такой экспозицией в мае 2003-го украсила свой стенд на ярмарке одной из предприятий. Не просто ряды бутылок, а рассказ о становлении ликероводочной отрасли в Преамурии. Самый объемный экспонат – бутылка в одну четвертую ведра, то есть три литра. Самый маленький – шкалик, 50 мл. О коммерческом успехе местного рока рассказывали тремя годами ранее, в мае 2000-го. Группа «Перекресток» презентовала новую программу в одном из самых больших залов города. И он, зал, был полон. Как скажут потом, это был первый подобный концерт Благовещенской группы с профессиональной рекламной поддержкой мероприятия и розыгрышем призов для зрителей. А вот рынок «Элегант» никакая рекламная поддержка не спасала. Об очередной попытке реанимировать малопопулярное у покупателей место рассказывали в мае 1997-го. Рынок поменял профиль. На нем начали торговать автозапчастями. Но, как оказалось потом, это рынку не помогло. И небойкое место рядом с домом быта закрыли. Мотаем пленку дальше. В прошлое. Калейдоскоп белых фартуков и бантов. Как уже почти не школьники прощаются с альмаматор и что делают сразу после. Никаких помпезных букетов. Только сирень. И старое, и еще советское знамя школы. Самые старые кадры последнего звонка, что сохранились в нашем архиве. Прощание со школой 93-го года. Поздравление выпускникам от первоклашек, которые теперь, кстати, и сами давно уже выпустились из школы. Говорят, мы были младшими когда-то. Первый класс садили вроде нас. А теперь мы добрые молодцы с картинки. Посмотрите на себя со стороны. 45-го размера вам ботинки и костюмы, где эти стеки не нужны. За 10 лет они услышали больше 20 тысяч звонков, говорил корреспондент за кадром о выпускниках 96-го года. Теперь слушают последний школьный. Но в этот день масштабно отмечали еще одну дату. Фольклорный праздник «Березовая Русь» в честь Дня славянской культуры и письменности. В горпарке выступали творческие коллективы из Благовещенска и районов области. На празднование пришли и 11-классники. И играли в те игры, которыми занимали себя их ровесники много столетий назад. А 4 года спустя, в мае 2000-го, ребята веселились немного по-другому. Парни в отглаженных костюмах и девушки с белыми бантами налегали на спиртное. Усиленные наряды милиции с трудом удерживали ситуацию под контролем, позже скажут в криминальной хронике. Несовершеннолетних не определишь в отрезвитель, потому взрослящихся детей просто развозили по домам. А некоторых все-таки в отделении милиции. За особо вызывающее поведение. Вы еще трезвые, как бы? Да, да, я трезва, к сожалению. Дело в том, что у нас правоохранительные органы чуть-чуть неопытные попадаются. О школьных традициях последних звонков, конечно, не связанных с алкоголем, рассказывали новости мая 2001-го. Эти ученики в первый класс пошли тогда, когда форма советского образца уже была редкостью в школах. Но привычка надевать ее на последний звонок еще жива. Обязательно в комплекте с пышными бантами. Шерстяных платьев осталось не так много, и во многих семьях их берегут подрастающему поколению для прощения со школой. У знакомых взяли фартук, платье нашли в шкафу, и так получился наряд такой сегодня. А мне от сестры досталось еще, старшая. Она тоже здесь выпускалась и осталась форма у нее. Нашла тоже в шкафу старую. И ближе к завершению немного старой рекламы. Хит начала 90-х – ролики о товарах из магазина «Ариадна». Похоже, там продавали все, ну или почти все. Мы уже показывали рекламу одежды и пива из этого магазина. На очереди очередной товар с полки. Универсальные подносы для практичных хозяек. Магазин «Ариадна». Вот и все архифакты на сегодня. Снова вместе вспомним прошлое ровно через неделю. Счастливо! Магазин «Ариадна» Редактор субтитров А.Семкин